Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик посвящен окончании ремонта днища катера Белла-652. Как видели по предыдущим роликам, днище было в достаточно плачевном состоянии и требовало большого ремонта. То есть формовался заново киль, восстанавливались поверхности риданов, скулы риданов восстанавливались, потому что были стесаны и покоцаны достаточно сильно. Ну вот в принципе, данный ролик по сути носит отчетный характер и создан он для того, чтобы владелец катера, катер будет покрашен необрастающей краской. И чтобы владелец катера в случае продажи катера, а лодки меняют своих владельцев, мог показать новому хозяину, что днище полностью было катера в хорошем состоянии перед покраской необрастающей краски. Ну вот сейчас вам показывают непосредственно уже киль и корпус катера. Сейчас пройдемте по нему по кругу. Данные ролики необходимо снимать всем, кто занимается проведением ремонтных работ, потому что катера постоянно меняют своих хозяев. Это нормальная практика, это нормальный естественный процесс. Вот видите, здесь было вообще полностью все содрано. Ремонт кто-то производил до нас, производил эпоксидной смолой. То есть это все было зачищено, зачищено до стекломата корпуса и восстановлено до заводского состояния переколота. Вот сейчас вам подробно показывается, как выглядит лодка после проведения ремонта. Но как я еще раз говорил, в данной ролике необходимо снимать всем, кто занимается ремонтом лодок. И те, кто отдает свои лодки на ремонт, должны требовать предоставления подобного видео. Для того, чтобы они могли заниматься честной продажей, не обманывая ни в чем будущих покупателей. Что можно было показать. Сказать, вот смотрите, да, проблемы с лодкой были. Любая лодка, с любой лодкой могут быть проблемы. Это нормальный процесс, потому что лодки находятся, катера лодки находятся в эксплуатации. Это не новое судно, которое только что куплено из магазина. Ну вот здесь вот была большая царапина, видите, все сейчас полностью убрано. То есть полностью все коцки на катере восстановлены. Сейчас он доведен до своего детственного, корпус гелькова там доведен до детственного состояния. Для того, чтобы можно было спокойно нанести покраску необрастающей краски. Ну как видите, соответственно, все узлы демонтированы. Все будет сажаться на новый герметик. Пробка снята, все полностью, весь навес на катере снят с кормы. Все подготовлено к покраске необрастающей краски. Сейчас будет уже ложиться грунт. Примакорн сегодня. Грунт будет ложиться в два слоя, необрастающая краска в три слоя. Согласно инструкции компании Интернешнл. Данный карп-катер не подвержен осмосу. На нем вообще не было никогда осмоса. То есть в этом плане у него все абсолютно хорошо. И, собственно, если он дойдет до продажи, продавать его будет не стыдно. Как еще раз говорю, владелец лодки покажет, может показать ссылку на данный ролик. На который будет новому хозяину и покупателю катера понятно, что в принципе с катером все хорошо. То есть нищие находятся в отличном состоянии. То есть это вот основная цель, в принципе. Как еще раз говорю, данный ролик носит исключительно отчетный характер. И посвящен окончанию ремонта днища катера Белла 652. Все, спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавать можно мне на почту. Почта 1серж23собакамейл.ру До свидания.